Пожарно-спасательная академия. Гордость, пожалуй, не только Иванова, но и всей страны. Здесь проходит обучение более 3000 человек из 40 субъектов России. Всего в стране несколько вузов, которые обучают спасателей. Они находятся в основном в столицах, в Москве, в Питере, Екатеринбурге. Есть один и в Иванове, и в нем самая современная материально-техническая база. Здесь воспитывают не только настоящих спасателей, но и развивают науку. Настоящую, фундаментальную и прикладную. Знания здесь всему голова. В каждой лаборатории идут серьезные исследования. Казалось бы, пожарная наука, что может быть сложного? На деле буквально все. Находится она на пересечении множества дисциплин. Математики, физики, химии, экологии и важность ее в сохранении человеческих жизней. Например, здесь доктора и кандидаты наук, адъюнкты, аспиранты в погонах, придумывают, как сделать пожарную одежду несгораемой и удобной. Материалы прочными и огнеупорными, а вещества стойкими к температурам. Для выполнения боевых задач пожарным, при тушении пожара, он должен быть надежно защищен. То есть, чтобы материалы, из которого изготовлена боевая одежда, не горели, защищали от теплового излучения. И, собственно, вот этом и работе посвящена диссертационная работа адъюнкта, который выполняет в данный момент работу. Пожарная наука отвечает за безопасность. Разработчики в этой лаборатории защитили уже 50 патентов. С ВУЗом активно работают производители тканей и материалов, заказывают экспертизы. Проводить исследования ученым помогают самые современные аппараты и приборы. Такого термического анализатора нет в ВУЗах региона, да и на производствах тоже нет. Он позволяет узнать поведение веществ при нагреве больше, чем в 1600 градусов Цельсия. Прибор позволяет производить нагрев со скоростью от 0 до 50 градусов в минуту. Прибор позволяет создавать внутри себя атмосферу смешением четырех различных газов. Он имеет четыре входа. Соответственно, любая среда от инертной до сильной окислительной. Также у нас имеются вакуумные насосы, поэтому я могу создать здесь разрежение и провести именно пиролиз, то есть без доступа воздуха, без доступа газа. Точно так же любые исследования веществ. В данном приборе мы исследуем полимерные материалы, древесные материалы, цементные композиты, да и бетоны на их основе. Практически весь спектр материалов, применяемых как в быту, так и на производстве. И изучением состава вещества, то, на что оно разлагается, физико-химических процессов, происходящих внутри него, мы стараемся разрабатывать вещества, материалы с пониженной пожарной опасностью. В пожарно-спасательной академии примерно 150 человек профессорско-преподавательского состава. У 30% в среднем есть докторская степень. Такого оборудования, как здесь, поищешь еще, пожалуй, по всей стране. А исследования ведутся в 22 лабораториях. Например, здесь учат расследовать причины возникновения пожаров. Поскольку зачастую огонь наносит огромный материальный ущерб, найти виновных становится вопросом принципиальным, и наука позволяет исключить неточности. Зачастую злоумышленники, которые устраивают поджог, используют для того, чтобы произошло горение, легко воспламеняющиеся горючие жидкости, которые называются инициаторами горения. Например, бензин. И для того, чтобы обнаружить следы этих инициаторов горения уже после пожара, существуют различные методы. Наиболее эффективным методом является флоренцентная спектроскопия. Метод основан на том, что многие ароматические углеводороды, которые содержатся в нефтепродуктах, в частности в бензине, в ультрафиолетовых лучах, флоресцируют, то есть светятся. Методы очень высокоэффективны, позволяют определить вещество в концентрации 10-10 степени грамм на миллилитр раствора. После всех экспертиз специалисты получают стопроцентные результаты. Причем наука в УЗИ действительно идет на пользу населению. Сюда за независимой оценкой и представительством в суде приходят рядовые жители города, пострадавшие от огня. Каждый третий пожар по статистике возникает по причине аварийных режимов работы электросетей и установок. Среди них значительное место занимает короткое замыкание. Но говорить о коротком замыкании без применения каких-либо инструментальных средств сегодня невозможно. Необходимо инструментальное подтверждение, доказательство того, что замыкание произошло до пожара, а не во времени его. И главным источником информации служит то, что дает нам этот комплекс. Но работа непростая и связана с тем, чтобы подготовить для исследования элементарную одну пробу проводника с оплавлением, необходимо пройти путь от шлифовки, полировки этого проводника, его электрохимического отравления. И только потом эксперт, поместив образец пробы на столик металлографического микроскопа, работающего в отраженном свете, может получить картину тех явлений, того нагрева, которые происходили в проводнике. Оборудование, которое есть в ВУЗе на вооружении, в экспертно-криминалистических лабораториях страны. Курсанты учатся не на устаревшей технике, а на новой, сразу понимая, с чем придется работать. В лаборатории по изучению пожаров устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят полевые, ультразвуковые, вихретоковые, инструментальные и многие другие исследования. Это вакуумная установка цианокрилатная камера. Она позволяет с большой точностью обнаружить маловидимые и невидимые следы на предметах с места преступления. Катализатором здесь будет являться ряд аминокислот, которые содержат потожировое вещество. В результате, после прошествия нескольких часов, мы получаем с вами проявленные следы, которые уже дальше можно использовать в процессе следствия. И эта установка является очень надежной и универсальной. Такой криминалистический чемодан, как из фильмов про детективов, должен быть у экспертов, изучающих пепелище. Ученые пожарно-спасательной академии долго исследовали арсенал экспертной практики нашей страны и изобрели новый способ обнаружения следов под слоем копоти. Пока он в разработке, но уже можно сказать, что это простой и инновационный подход, который существенно упростит жизнь экспертов и повысит продуктивность их работы. С помощью разработанного метода можно обнаружить следы намного быстрее, чем другими методами в настоящее время, которые используются. Можно в принципе обнаружить следы, которые считают многие специалисты утраченными в силу того, что они находятся под слоем копоти и также подвергались температурному воздействию. Сюда же приходят не только студенты, но и те, кто отвечает за пожарную безопасность на производстве на объектах с массовым пребыванием людей. Преподаватели объясняют им, как устроены современные системы автоматического пенного и водяного пожаротушения, почему их нужно вовремя ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии. Такое оборудование составляет примерно 70% от того, что есть на всех объектах промышленности. Не забывают в лаборатории об исследованиях. В настоящий момент все силы брошены на два основных направления. Первое направление – это пожаротушение тонко распыленной водой. Это, собственно говоря, такие установки, которые позволяют тушить с минимальным количеством воды порядка 40 литров на площадь 100 квадратных метров. То есть, соответственно, наша разработка позволяет использовать обычную водопроводную воду по сравнению с зарубежными аналогами, где в установках требуется добавление специальных химических присадок и подготовка воды от нескольких часов до нескольких суток. Мы это делаем при помощи обычной водопроводной воды. И второе направление – это повышение надежности работы насосного оборудования установок пожаротушения. Курсантам мало уметь быстро тушить. Им важно понимать, как возникает возгорание, что становится его причиной, и уметь его вовремя ликвидировать. Это загородная учебная база пожарно-спасательной академии. Здесь лаборатории нет, и исследования, как таковые, здесь не проводятся. Тем не менее, она играет очень большую роль. Молодые спасатели учатся здесь непосредственно тушить прямо на натуре, а молодые ученые ставят эксперименты и подтверждают или опровергают свои научные догадки. Этот эксперимент уникальный. Технология в разработке. Но если ученые доведут ее до ума, у пожаров не останется ни единого шанса. Модельный очаг пожара уничтожают, подавляют и ликвидируют. Слово «тушат» тут не подходит. Электричеством. Очаг пожара, два электрода. К электродам подается высокое напряжение. Значит, происходят физические процессы, благодаря которым носители заряда из пламени расходятся в разные стороны, благодаря чему происходит срыв пламени с поверхности горючего материала. Эксперимент уже можно считать удачным. Видно, как электричество прижимает пламя и очаг сужается. Но впереди до патента много работы. На счету пожарных ученых ВУЗа множество побед. Например, это. Несколько лет назад удалось разработать компонент для порошкового огнетушителя, в котором дорогостоящий аэросил заменили на модифицированный торт. Как итог, хранится состав дольше, свойств не теряет, а стоит дешевле. Происходит разогрев частиц порошка как бы изнутри. То есть, попадая в пламя, порошок разогревается не только с... Ну, как бы облако порошка разогревается снаружи, да, а частицы торфа, они разогреваются быстрее и способствуют разложению частиц порошка. Порошок не впитывает влагу, не слеживается долгое время. Наша задача более 10 лет, чтобы данный порошок не слеживался. В рабочем состоянии был. Чтобы люди, так сказать, могли с уверенностью его взять и, когда он потребуется, без сомнения, он потушил. Огнетушитель 6 лет хранился в машине и на год просрочен срок перезарядки. Вероятность того, что он потушит очаг, небольшая. И тем не менее, эксперимент проходит более чем удачно. Огнетушитель не только сработал, но и потушил быстрее, чем должен был по нормативу. Второе испытание для баллона с запатентованным составом – бензиновое возгорание. По ГОСТу 55 литров должен потушить один огнетушитель. Получилось экономичнее, порошок даже остался. Здесь мы визуально даже с вами видели, что он еще наполовину был полон. Хватило бы на модельный очаг большего размера. Это результат более чем устраивает. Этот огнетушитель порошок хранился более 6 лет. Перевооружить пожарных, сделать их работу эффективной, а главное – безопасной. Такую задачу ставят перед собой ученые ВУЗа. В их распоряжении есть все необходимое. А главное – огромное желание сделать жизнь огнеупорной. Мария Смирнова, Антон Осип, Офертова, Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин